Мистер Фрей Имеет смысл рассказать, что же у меня так долго не было Проблема в том, что я забыл То есть я помню, почему у меня не было последние пару недель Но все, что было до этого, я забыл Там вроде бы были какие-то причины Вроде бы они даже были объективные, но я их не помню А после этого я пошел бросать курить И у меня это пока что благополучно получается Уже идет вторая неделя Я не помню, какой день Синьчо Синьчо, среда? Значит какой-то там восьмой день, наверное Восьмой там, я думаю так Или восьмой, или девятый Все пока успешно, все пока замечательно И пока что даже Знаете, нужна такая мудрость Нужно перетерпеть неделю И после этого начинает казаться, что Это все-таки имеет смысл А до этого приходится терпеть Где-то неделю и думать, что смысла в этом нет Ну, это с моей точки зрения Если вы курите Где-то десять То, наверное, у вас точка зрения иная Дверь Надежно заперта Как и любая другая дверь Которую нужно открыть Знаете, я чисто чтобы немножечко въехать В то, что это такое Чтобы не было такого, что я запускаю игру И такой Боже мой, что это? Немножечко здесь вот побегал Чисто в этой комнате И вот, что я увидел Здесь есть некая вещь Сюда можно, я так понимаю Вставлять руку И какой-то экранчик На экране надпись Нечеловеческий образец Вставьте Человеческий образец Попробуйте еще раз Я даже не знаю, что мне по поводу этого сказать Вы понимаете Есть такое отвратительное обстоятельство Что маленькую часть этой игры До которой я, вероятно, мог догадаться сам Но, тем не менее, не догадался Мне взял и проспойлерил один человек Вот Поэтому, наверное, надпись данного конкретного аппарата Я, пожалуй, вообще не прокомментирую Вот Это какой-то медицинский аппарат для сканирования Ну, да Так что этот аппарат, в общем Не считает меня человеческим образцом Ну, что я могу предположить По всей видимости, в общем, я уже заражен И это... Он из-за этого так и с ума сходит Вот мне, кстати, очень нравится этот телевизор Ну, мы, по-моему, подобное уже видели Даже не помню, когда я в последний раз Спокойно смотрел телевизор Я тоже! Дай пять! Мы счастливые люди Вы, кстати, присоединяйтесь к клубу, пожалуйста Хотя я думаю, что многие из вас и так уже в нем находятся Конечно же, многие так же смотрят YouTube Но... Боже мой, вот зачем вот так вот ограждать? Серьезно? Блин! У меня ничего адекватного по этому поводу не могу сказать, к сожалению А, нет! Кажется, все-все-все Все, я могу сказать Может быть, человек просто сильно, не знаю, болен Он почти не ходит Или, может быть, совсем не ходит И ему это поможет Тем более, что это лазарет Вот, видите? Я все-таки могу сказать что-то нормальное Так Унитаз Я думал, там написано ужас Я бы с этим согласился Да, это чисто ужас просто Потому что не была опущена Как это называется? Сидение? Не важно Ну, как вы... Я не знаю Вы, возможно, уже очень отчетливо видите разницу в том, как я разговариваю Куря и не куря Энергии стало гораздо больше Честно говоря, бредов в голове тоже стало больше Но, с другой стороны, иногда его настолько же много и вместе с курением Поэтому что-то как-то, да Что-то как-то, да А это вообще все закрыто... Ой, тьфу, не закрыто Это вообще все пустое Абсолютно неинтересное Неинтересующее нас сигнальный факел Господи, как пошло я это произнес Вероника, тебя, возможно, услышат Бойся Нет Да Будем на это надеяться Да, это правда Ладно, я что-то еще хотел сказать, но я забыл Но, кроме прочего, я хотел сказать, что... Нет, нет, нет Тот микрофон выключен Я его выключил Да Я еще хотел сказать, что... Да, после того, как... После того, как я... Ух ты ж, е-мое, это ж заперто Там наверняка есть что-то... Мне смс-ка пришла Там наверняка есть что-то интересное в этой смс-ке, да? Или нет? Кого? Кого? Я так и напишу, мол, кого? Ой, я даже не могу сказать, что это Я еще так ошибся, как записываю Окей Да, в общем, человек, который это написал, увидит это в видео Как будто черный, да Ну ладно, не важно Да не-не, сто процентов, сто процентов Сто процентов, я уверен Его или редко использовали Или хорошо вымыли Его, то есть стол Угу Стол действительно прикольный Даже не знаю Возможно, мне придется его использовать Лечь на него Хотя, маловероятно Этот же не вымыли, да? Этот же и почти не двигается Ладно, ладно Я перестаю игнорировать компьютер И отвечаю на звонок Вот это да В прошлый раз я решила, что у вас видок хуже некуда Или сейчас разрешение получше Ай, так, простите меня Нельзя глумиться над единственным кандидатом в спасители Я хотела сказать Эти странные артефакты лучше не трогать Мы пока не знаем, как они работают Я однажды видела, как кто-то подошел к такой штуке Слишком близко Вам, наверное, лучше об этом не знать Не важно У вас, то есть у тебя Обязательно все получится Наверное Я надеюсь Между прочим, если окажешься в моих краях Я ведь тут вроде как в ловушке Ничего страшного, конечно Я так, на всякий случай Ну, конечно На самом-то деле они совершенно безопасны На сто процентов Уж я-то знаю Они согревают и тело, и душу Кто безопасен чего Я с этими смс-ками все прослушал В любом случае Она почему-то говорит, что у меня вид лучше При этом Я подозреваю, что он, возможно, стал хуже В общем Как разрешится проблема именно вот с ней Я, честно говоря, не знаю Опять же Все эти приколы Насчет того, что я не особо являюсь человеком Это все подозрительно Файл поврежден и не может быть открыт А этот файл открыт и не может быть поврежден Но вот вопрос Может ли он быть прочитан С прошлого раза Монитор На котором все это происходит Значительно уменьшился Я бы сказал В пару раз Он болеет В любом случае Видно стало хуже Но давайте попробуем Стандартные химические тесты Объект Примат Шимпанзе Препарат Темазепан Предполагаю, что темазепан Хотя, честно говоря, название Напоминает мне другой препарат О котором мне мой друг рассказывал Что это та еще наркота И что-то ему он еще и сильно понравился Ну, с другой стороны Не мудрено Как и ожидалось Объект демонстрирует признаки Расслабления и сонливости А, возможно, имел в виду все-таки Тот препарат, о котором я думаю Далее Препарат Диэтла Не важно Че-то, в общем, кислоты Я просто реально плохо вижу Мы возвращаемся к старые добрые времена Когда я записываю на не шибко большом мониторе На огромном расстоянии от этого монитора Можете сразу вспоминать Прекрасное время Так вот Результат Как и в предыдущих экспериментах с кошками Шимпанзе показывает неспособность Справляться с химическим стимулятором Препарат Я не понимаю, что это После инъекции Сердечный ритм объекта Замедлился до такой степени Что при всем По всем параметрам Шимпанзе можно признать мертвым На самом деле Пульс просто упал До невероятно низкого Но безопасного уровня И вскоре объект пошел на поправку Это, возможно, нам важно Вот это вот узнать Потому что Это, видимо, как это сказать Имитация смерти Возможно, это важно Ах, да, да Я с этими смсами Совсем забыл Некоторые вещи прокомментировать Эта девушка говорит Что не стоит приближаться К артефактам А я их так обнимаю И вообще Я, конечно, не знаю Как это выглядит со стороны Но я, видимо, к ним сильно близок И даже не знаю Влиет это мне хорошо или плохо Но, с другой стороны То, что мы знаем Было написано на другом компьютере Все-таки это, скорее всего К худшему По крайней мере, для меня Есть еще Тетрагидроканабиол Боже мой В умеренных дозах Этот препарат Считается абсолютно безопасным И способствует расслаблению Еще не доказано Наносит ли его Передозировка Вред психическому состоянию Очень интересно Этот примат погиб Прошу считать это Официальным запросом Новых Подопытных С материка Да Он, соответственно Скопировал все это В свой балакнот Но Да Балакнот Значит, все-таки Должно быть Как-то эта запись Мне поможет Но я, честно говоря Не знаю как Также, знаете Поскольку На нас наступает лето Это еще одна причина Почему я какое-то время Не записывал видео На нас наступает лето И Светлое время суток Начинает У тебя в голове Настоящая каша Вот А, литерация Б, багульник В, вегетосоматический Эти длинные Ненужные слова Занимают столько места Пора прибраться В твоем бардаке Вот, к примеру Зачем тебе таблица Менделеева? Эп 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 Верни таблицу Менделеев Хороший парень Вон Здесь даже перевели По-русски Сказали Менделеев Не то, что периодическая Таблица элементов Как я видел во всех Мультфильмах Разумеется, американских Это, конечно, не американская игра Но все-таки Так Мне точно нужен ключ От этой ерунды Мне очень интересно Он хоть и сделал Уборку в моей голове Но может быть он сделал Что-то хорошее Все-таки В этом месте Что? А, я в этом не разбираюсь Но на рентгеновском снимке Позвоночника Какие-то странные пятна Ага Ну, я в этом тоже не разбираюсь А, разве что Да, наверное, имеется в виду Вот это вот Но это похоже на какие-то Осколки Как будто сломался Или позвоночник Или же шарапанелью В него ударили Вот это вот интересно Что? Кстати, эта штука Даже трехмерная Мне все время казалось Что она нарисована На стене Но нет Все четко Так Во-первых Испробую артефактик Каждый раз Когда я вижу Такую штуку Я чуть расслабляюсь Интересно Почему? Ну, я чуть расслабляюсь Потому что я сохранился А вот насчет него Не знаю Ммм Здесь текст еще меньше Смогу ли я это прочитать? Правила пользования Криокамеры Криокамера Это современное устройство Позволяющее Свершать Криогенную Заморозку Тяжело раненого Персонала Блин, довольно тяжело Надо все-таки Придвинуться Наверное Поближе сейчас Ой Персонала С возможностью Приведения его В сознание Через некоторое время Во время заморозки Пользователи Могут Ну, не всегда Испытывать Легкие галлюцинации Требуется подтверждение От первого Успешного Выведенного Из Таза Пользователя То есть Они еще Пока что Ни одного Не вывели Успешно Случа Правила пользования Следующие Основания Являются Достаточными Для применения Криогенной Заморозки Любой Наблюдатель Или Представитель Касты Возвышенных Тяжело болен Или ранен Любой Представитель Низшей Касты Из организации Древних Облаждающей Ценной информацией Тяжело болен Или ранен Любой Пациент Заражен Внеземным Вирусом Или Бактерией И был признан Незаразным Любой Раненый Работник Со следующими Неизлечимыми Симптомами Обязан Войти В стаз Для дальнейшего Медицинского Обследования Кардиомепатия Глаукома Полиамилит Диабет Или Туберкулез Так вот Любой Представитель Касты Возвышенных Официально Признанный Умершим Должен Быть Помещен В стаз Все равно В церемониальных Целях Что же У них там В этой касте Такое происходит Это явно Не просто Ученые Какие-то Мне кажется Что они Еще и Немного Религиозные А может Просто любят Что-то очень Красивое Знаете Как фашистская Германия Я так сказал Как будто Это персонаж В каком-то смысле Так и было Период Нахождения В заморозке Для умерших Должен Быть продлен Так как Наши текущие Исследования Направлены на то Чтобы сделать Возможное Воскрешение Боже мой Даже так Да строго Воспрещен Для всех Кроме Медицинского Персонала В настоящее время У древних Нет возможности Представить К устройству Персонал На 24 часа В сутки В результате Всему персоналу С группой Особой важности И риска Были выданы Специальные Наручные Повязки Чувствительные К биению Пульса Все время Держите Эти повязки При себе Они Дают автоматический Доступ К устройству Если сердечный Ритм Носителя Предполагает Высокую Вероятность Приближающейся Смерти Замечание Персонал Из низшей Касты Может при желании Заполнить Форму соглашения Которое Позволит им В случае Опасного ранения Быть замороженными Хотя бы Частично Какого Черт Интересно Зачем Для трансплантации Органов Типа Мы спасем Вашу печень Зато Она кому-то Поможет А вы Еще нам За это Заплатите Потому что Мы Хотя бы Часть из Вас Спасли Так Надо По-любому Сохраниться Да Никак Он К этому Не Привыкнет Ну Мы Здесь Имеем Не Открывающийся Шкаф Не Открывающуюся Дверь Не Работающий Этот Сканер И Новых Вещей Мне Тоже Не Прибавилось Другими Словами То Что Я попал В Эту Как Ее Боже Мой Не Кре Камеру В этот Лазарет К сожалению Вообще Ничего Не Дало Так Ну я по крайней мере Только что Освободил дверь Хожу Брожу Ничего пока Найти не могу Хотел бы Разве что Закончить Некоторые Своих Мысли Например О том Что Как я уже Говорил Световой День Всячески Увеличивается Поэтому Записывать Пенумбру В ночное Время Суток Вот я Изо всех сил Пытался Но Не выходит Вообще Ничего Поэтому Приходится Записывать Когда уже Довольно Светло Или еще Довольно Светло Поэтому Определенный Момент Хоррора С одной Стороны К ужасу Ну да Что Ну-ка Ну-ка С той стороны Вроде бы Слышны Какие-то Звуки До звуков Мы еще Долезем Также Говорил Или нет Болею Болею Поэтому Такой Странный Голос Про голос Я пытался Что-то Вам сказать Но Не помню Так в итоге Получилось Или нет Есть мысль Здесь Еще Пытаться Что-то Сделать Знаете Поставить Здесь Как можно Больше Вот этих Вот Коробочек Правда Коробочки Они ничего Не весят Поэтому Толку От них Кажется Никакого Вот это Вот в итоге А да Мне же Кстати Писали В комментариях Что Именно Здесь Голос В голове Так сказать Вирус Турнгайт Говорил Мне Что Может Всякие Глюки На меня Наводить По всей Видимости Да То есть Он Все Что Хочет То И Может Заставить Меня Видеть Нехороший Человек Ну Вот К Чему Бы Это Это Вопрос Ага Ага Ну Мне Застав Мне удалось Составить Эту штуку Опуститься Но Смогу ли На нее Забраться Вот Пока Непонятно Надо же Получилось Слава себе Представляю Как это Выглядело В жизни Но Здесь Получилось Так Это Что За веревка А Просто Этот Самый Провод Сохраняться К сожалению Нельзя Но Оп Но Оп Но Сработало Замечательно Рубильник Рубильник Но Рубильник Почему-то Крайне 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 Высоко И так И вот так И рубильник Нет Нет А Стоп Нет Может все-таки Рубильник Или нет Нет Не достану Блин Рубильник Какого черта Может быть Ты вообще не работаешь Не знаю Так О В любом случае Еще одна какая-то Любопытная бумажка Ой блин Пропустил Кстати Что он сказал Насчет Артефакта Наверное Надеюсь Что Очередные Довольно Общие слова Совсем Я какой-то Больной Совсем Какой-то Сиплый Ну вот Как раз После этой Записи Значит Надо будет Опять Пить чай Или даже Поставить Его здесь Посмотрим Так Доктор Ричард Эминес Теория Эффектов Управляемой Инфекции Отчет Запрошен Наблюдателем Фриском От имени Возвышенных Что касается Записи Я не вижу Смысла Записывать Эту информацию На столь Ранней Стадии Исследования Однако Если предположить Что вирус Может как-то Заразить Разносчика Без полного Подчинения Себе Ага Ага Его высшей Мозговой Деятельности То мы Мы могли бы Наблюдать Следующее Вот это Интересно Вот возможно Он сейчас Будет Описывать Что-то Подобное Что у меня Происходит Потому что Вирус Явно Есть Он явно Не полностью Меня подчинил Как я понимаю Но он Возможно Меня ведет В нужном Ему Направлении Показывая Мне Определенного Рода Глюки Так Значит Факт Переводчик Лаферск В своих Тщетных Попытках Предотвратить Распространение Вируса Точно Предсказал Что Вирус Может управлять Двигательно Нервной Деятельностью Разносчика Гипотеза Если бы Вирус Удалось Взять Под контроль И поддерживать Его жизнь Мы могли бы Обнаружить Что А Вирус Стремится Сохранить Разносчику Жизнь Самоубийство Было бы Против Правил Против Правил Что кстати Нелогично Учитывая Что Вирус Несколько раз Мне предлагал Себя убить Ну Ладно Б Вирус Подчиняет Себе Некоторые Или все Сенсорные Способности Что Лишь Упрощает Поддержание Жизни Разносчика Ну Вот Этот Момент Мне Проспойлерил Один Нехороший Человек Поэтому Да У меня Есть Некоторые Мысли По этому Поводу Рожденные К сожалению Не в моей Голове А засунутые Туда Так сказать Извне Ну Ладно Факт Дальнейший При поражении Разносчика Вирус Адаптируется К его Мозговой Деятельности Так Чтобы Разносчик Мог как можно Лучше Служить Целем Вируса К сожалению У меня Это возможно Тоже происходит Гипотеза Если бы Вирус Не мог Захватывать Контроль Это могло Бы привести К частичному Разделению Личности Разносчика И превратить Часть Его сознания Во вторую Сторону Личности Ага Далее Факт Вирус Турнгайд Был Выпущен Согласно Лаферску Лаферску Да Из гробницы Многовековой Давности Гипотеза Если бы Проявились Некие Раздвоения Личности Было бы Возможно Утверждать Что каждая Личность И вирус И разносчик Могут читать Воспоминания Друг друга Судя По возрасту Вируса Это могла бы Быть Некая Субстанция Субстанция Не понимаю Насчет Субстанции Гораздо Интереснее Насчет Воспоминаний Следует Особо Отметить Что почти Все Выше Скаженное Является Лишь Предположениями А некоторые А вернее На которые Не стоит Ссылаться В отчетах Для древних Что у них Там В этих Древних Потому что Вот смотрел Я фильм С Вероникой Назывался Фильм С широко Закрытыми Глазами Там Вот тоже Какая-то Секта Была Предположительно Древних Интересно Это подобные Ребята Или нет Но имею ввиду Ну кроме того Что они изучают Инопланетян И все такое Прочее Я Я не ты Я часть Чего-то Большего Нас Нет Это просто Какая-то Ошибка Я должен Присоединиться К ним Отпусти Меня Дай мне Уйти Это неправильно Я хочу К ним Я Это они Нет Никакого Я Впрочем Это не первый раз Еще кто-то Был заражен Рыжий Он так хотел Умереть Но мы ему Не дали Он сказал Заболевание Не помню Что он говорил Именно заболевание Но да Эта штука Зрительно Двигается Но нет Нет Это всего лишь Пресс Да ведь Да ведь тяжелая И намертво Заваренная Это самая На ведь тяжелая И намертво Заваренная Кажется Немножечко двигается На виду Кроме как Вверх и вниз Хотя Наверное Все таки Только вверх и вниз И да Действительно Так Ну-ка Вот эту штуку Наверное Можно будет отключить Действительно Это мы Все называем Вирусом Туурнгайд Который явно Является Некой инопланетной Формой жизни Которая В свою очередь Так это вот сюда Вам положить Вот так вот Вот так вот Отлично Которая в свою очередь Каким-то образом Разделила Свою личность Ну или Там было С самого начала Несколько личностей Точно не знаю Вот И даже Можно сказать Против своей воли Существует Опа Добрался Ну что я сделал А Я все лишь выключил Эту штуку Которую я мог И так взломать Окей Опять телефон Фигня Все Ну вот Если я не ошибаюсь Здесь лежало Некое тело Так и есть Твою мать Так Там опасно Находиться Его лицо Будто Оплыло Меня сейчас Вырвет Окей Нет Меня сейчас Вырвет Нет Его Нет Я думал Что ты говоришь О том Кто там лежит Я думаю Нет конечно Нет Это он сказал Я что-то взял Противогаз Так Заграла тревожная музыка Это плохо К чему бы это Серьезно Противогаз Конечно Я понимаю Противогаз С воздушными фильтрами Для использования В ядовитых зонах Я потому что Даже возможно Сказал бы Что это газовые фильтры О боже мой Это мне нравится Да Это мне очень нравится Это прекрасно И мы разумеется С вами знаем Куда идти дальше Раз есть Такой интересный Противогаз Правда честно говоря Прицел здесь явно лишний Как я и говорил И раньше Может быть Учитывая всю эту Ужасную музыку Мне все-таки Сохраниться И продолжить В следующий раз Учитывая что Сейчас прошло Примерно столько времени Ну 20 минут У нас же точно записалось А то и больше Да Давайте пока что Делать не слишком Большие серии Тем более что Я сегодня собираюсь Записать не одно видео Поэтому все будет Зашибись Вот Так что Сохраняюсь Пью чай Возвращаюсь к вам В следующем видео И мы с вами Идем Идем Исследуем Эти самые Ужасные Газовые места Честно говоря Конечно Исследовать их С такими очками Нароже Будет одно удовольствие Ну Развратное удовольствие Что я несу Бай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому